Песня дивная А то был вальс старинный, томный, а то был дивный вальс Итак, доброго здоровья, самые уважаемые посетители канала Был вечер, творческий вечер мой, посвященный тому, как я писал стихи Пусть вам мечтаются красивые идеи, пусть мысли исцеления окружат Пусть будут в сердце вашим устремления, которые до Бога долетят И пусть это них сгорает скверно, счастливей сложится судьба Пусть очищается пространство для лучшей жизни раз и навсегда Итак, сегодня я думаю сделать творческий вечер разного рода музонам, которые я насочинял Скажем так Но сначала их надо найти Одной из первых композиций, которые я сочинил, это был рок-н-ролл Ну что, послушаем его Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подвигло меня к сочинительству музыки Ну, правильно сказать, к составлению музыки из готовых уже так называемых фрагментов музыкальных, которые называются лупами И все это я делал в программе Logic Pro Что меня сподвигло давно И в том числе особенно это Когда я работал Ведущим на Малахов плюс Приходили разные люди И я досмотрелся на них Ну, там в основном были, правда, целители И болящие А вот в 2013 году Вот там очень много приходило Музыкантов, композиторов Исполнительных певцов И вот я насмотрелся, наслушался Как что И понял, что они такие же простые люди Ну, чем-то Выделяются, несомненно, не без того Но я все сравниваю Вот с тяжелой атлетикой И если вы будете целенаправленно развивать силу Делая для этого Определенные упражнения То что-то будет получаться И если мы Начинаем все это дело делать То что-то Может получаться И вот я Решил после этого попробовать Ну и вот Вот что у меня стало получаться То есть первая композиция Я вам Сделал ее Потом я долго работал Над Следующей композицией Которая называется Рояль То есть я тут даже Редактировал Лупы Ага Вот отсюда Ну Под эту Под этот, так сказать Музунчик Мы с вами поговорим То есть здесь я даже Вот эти вот Лупы Несколько Отредактировал Для того, чтобы Как бы сказать Получилась Ну Своя такая Мелодия Мне Нужна была Музыка Я не хотел использовать Чужую музыку Для того, чтобы Вот Как бы Разукрашивать Свои видосики Вот этими Всевозможными Музыкальными Вставками И было красиво Плюс Потом Я стал Специально Будем Составлять Музыку Для заставок Чтоб она была Так сказать Красива Ну и вот здесь На стареньком Компьютере В программе Logic Pro То Я потратил Довольно Таким Много Времени Для того, чтобы Это Как-то Знаете То, что Вот Слышите Было Приятно Потому, что Это Отдельные Музыкальные Фрагменты Так называемые Лупы Или Сэмпли Ну Лупы Точно Вот И Вы Из них Допустим Берете Фрагменты Ну Допустим Что тут у нас Перкуссия Да Потом Гитарка И Вот Это Все Составляете Я Еще Особо Не освоил Программу Потому, что Там можно Менять Разного Рода Модуляцию Так Эхо Не Эхо Ну Там Короче Много Всевозможных Примочек И Вот Вот Я У Кого Не Спрашивал Ну Как Там Вы Что-то Там Сочиняете Музыку Что-то Вы Как Делаете Они Все Сейчас На Компьютере Все На Компьютере Делается То Есть Вот Программа Вот Они Значит Инструменты Хочешь Можешь Сам Сыграть И Туда Вставить Потом Обработать Хочешь Можешь Взять Готовое И Уже Их Составлять Делать Ну Я Так как Играть я не могу На инструментах А Пробовать Я пробовал У меня Две Гитары Приобретили Ну Когда были Мани 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 И Я По-моему Выпали Бережа На гитаре Выучил Знаете Выучил Кто же занимался Все это Главное регулярно заниматься Есть слух Нету слух Будешь заниматься Что-то будет получаться Вот И я Разучил Позвал своих домочанцев Сыграл Вот это все Они даже За меня переживали Потом я Расслабился И Напрочь Забыл Что я играл Далее Я приобрел У меня Есть это Роланд Клавишный Не просто Роланд Это на который Можно играть И Две Вот эти Клавишные Которые там Лежат Ну одну из них Вы видели Вот То есть на них можно что-то сыграть Что-то сделать И так далее Ах К сожалению Наличие Музыкальных инструментов Не прибавляет Способности Играть на них Ну Но они есть Вот я думаю Вы видели Одна Гармошка И это И вот Переходит Такой красивенький И сейчас пойдет Рояль Вот Над Вот Вот этими Фрагментиками Рояля Я поработал Довольно таки Ну Много Много Сидел Вы знаете Я сейчас вспомнил Ну как много Это не то что ты сидел неделю Это все Произошло Это все Произошло И несколько успокоился Интересно Неинтересно Но этим делаем Этим надо как-то гореть Вот Я думаю Ну Не думаю А потихонечку Что-то там сочиняю Составляю Правильно Составляю Вот Составляю Что-то там Такое Вроде как Даже получается Показываю Вам И В основном Для того Чтобы Какие-то Заставочки Были Красивые Музыкальные Еще раз Хочу сказать Я Не использую Чужое Вот У меня Как-то Знаете Внутри Такого Стержин Вот Использовать Все свое То есть В творчестве Не чужое А свое То есть Тем самым Я Если Вы там Занимаетесь Вы будете Все-таки Развивать Самих себя Более того Что готовы Взяли Там Вставили А тут Вот это Какое-то Разнообразие Музыкальное Допустим Вот Можно Картины Там Рисовать Можно Там Ну Со стихами Вы Слушали меня Кстати Можете вернуться К тому Творческому Видите Там Энергетика Вот Какого И Можете Прокручивать И Как раз Он будет Поднимать Настраивать Вот И Это Как раз Позволяет Тебе Развиваться Тебе То есть Не брать Что-то Готовое А вот Брать Все-таки Использовать Своё собственное Сознание Свой собственный Ум Слышать Вот Вот Потом Как она Красиво Красиво Если По Иностранному То есть Все это Известно Вот Сложить Вот Как бы Сказать Кто Хочет Тот Может Ну Вот Вот Это Композиция Она Длинная Тут Со сверчками Для Для того Чтобы Я её сделал Для того Чтобы Человек Как бы сказать Вот Он Погрузился В такие Знаете Прекрасные Мысли Прекрасные Эмоции Окружил Окружил себя Вот Как раз Вот Эта Мелодия И Потом Благополучно Расслабился И отошел К сну Видите Она закончилась То есть Я её назвал Рояль Далее Вы Конечно Видели Песня Про Собаку Я её Сочинил Довольно Таки Давно Тут Какой год Год У нас Шестнадцатый Или Восемнадцатый Ну Повторим Она такая Шутливая Песня 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 Про Собаку Если У меня Доме Кинвор Надо Его Охранять Чтобы Никто Незавец Он Должит Отгонять Как раз Вот Собака была Рычал Я Как Я Собаку Завёл Громом Назвал И Песня Здесь В этой Песне Как-то Сочинилась Музыка С первого раза Как Примерно Так Статейно Показывал Одному Музыканту Он Мне Так Ответил Поговори Пахнет Читом Читом Что-то Не особо я сделал целый а почему бы нет но такой шутливый клипик память о собачке как раз получилась хорошая такая кстати один из первых из первых и и песни и клипов был сделан это восемнадцатый он был а это вот семнадцатый год и тем более преобразован тоже ты довольно таки его как-то знаете с первого раза сочинил это клип естественно песня опять-таки в исполнении созаны и созанятники но давайте послушаем ее тоже такая шутливая песенка маленький 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 на 5,5 килограмма этого сезона я поймал звонок, звонок быстрее беги 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 мой сатан вот он клюет то есть одно время я увлекался рыбалку больше чем сейчас и сейчас повыезжем познакомился со всеми этими созанятниками мистатами с халмами одновременно снимал эти все рыбалки как их еще происходят кстати по моему тут оказался какой-то бешеный сазан Санюк в плавках вот таких зеленых что он не смог взять сорвался после ночной рыбалки это в ванну к себе рыбалку ну вот была отдана своеобразная даме рыбалки под названием клипа или песни созаны и созанятники потом знаете я вот занимался этим самым ну так скажем бодибильдинг бодибильдинг и мне надо была какая-то музыка для того чтобы ну как-то вот подлаживать так вот длительность чтобы более-менее какая-то такая была ну вот я так сказать вот такую композицию составил она как раз пошла на заставке хорошо ну вот я все подчеркиваю очень важно из многообразия того что имеется в программе этим звуков что-то как-то сложить из того что было сложить нечто новое ну вот вот такая вот штучка у меня получилась из-за того что вот эти вот лупы музыкальные фрагменты прописаны профессионально и естественно программа профессионально ну получается довольно таки хорошо я просто так просто я и хочу сказать что я обалдею но ну ну так сказать слушается слушается не то что что чем-то таким она брала ну насколько я слушаю по радио я бы не сказал что знаете обычные композиции которые звучат по радио ну отличались от моих опять таки я не самовозграшаюсь не самовыпячиваюсь ну вот вот насколько я так понимаю и говорю но этим делом надо заниматься осваивать программу и кстати сейчас у нас сейчас у нас 19 декабря 20 21 это конец года в каком смысле конец года конец самая длинная ночь то есть солнце как бы завершает цикл идет на уменьшение самая вот эта вот яма и потом с этой ямы мы начинаем день у нас растет то есть как бы цикл годовой закончен если брать именно по природным явлениям то вот это как раз концовка поэтому значит отдавайте долги значит доделайте все свои дела которые вы там думали там сделать начинайте намечать какие-то новые планы новые планы и примерно с 22 23 25 до нового года наметишь себе какую-то программу на год на целый год чтоб она как раз вот в 22 году в это время закончилась и приступайте там сбросить там 5 кг веса поднять там на 10 кг больше или еще что-то или еще что-то или еще что-нибудь то есть сейчас наиболее благоприятное время чтоб вы знали так вот я назвал Африка композиция вот такая вот такая веселенькая набросал титки инструмента набросал этики инструмента чтоб она как-то получилась флейту вставил из из всего чем я владею более-менее я на варгале чем-то могу это самое сыграть сейчас я продемонстрирую так 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 есть да композиции назвал африка вот так сказать незатейливо и так вот на варгале у меня что-то получается это я думаю что мне что-то получается насколько получается но это вы можете судить сами кстати вот эти вибрации сваргала они довольно таки ну как бы сказать тонкие и благодаря этим вибрациям у нас улучшается микроциркуляция в области лица зубов лица но именно таким я не использую варгалы или варганы есть разные которые там надо зубами держать но так как у меня на зубах стоят пломбы я понял что если это с такой варгал буду использовать у меня эти пломбы повылетают зубу поэтому я использую такой ну губной но вот я чувствую очень хорошо все это прорабатывается здесь то есть когда мы будем играть более-менее регулярно то что у нас получается у нас получается то что вот эти вот микро вибрации улучшает микроциркуляции в том числе кто-то спрашивал насчет глаукомы после травмы глаукомы это повышенное внутриглазное давление так вот для того чтобы это все давление исчезало побыстрее как раз вот такие вот вибрации очень очень хороши я ну будем говорить вам рассказывал что-то рассказывал в легких штыб имеется то есть угольная пыль когда человек долго работал в шахте естественно у шахтеров они страдают с силикозом легкие заполнены угольной пылью мельчайший который особо не отходит так вот для того чтобы эту пыль как раз удалить виталий каравай виталий каравай лечил себя и последователя своего от туберкулеза туберкулеза с помощью пения и избавлялся от радиоактивной пыли когда он там на рудниках был вот с помощью пения с помощью вибрации для того чтобы вот эти все то есть легкие имеют тенденцию к самоочищению но это пыль настолько маленькая что ее трудно очистить но если мы с вами с помощью пения добавляем вибрации либо же с помощью какого-то музыкального инструмента добавляем вот такие вот вибрации то это у нас идет лучше и вы ну вот например я читаю книгу иногда читаю вот я говорю нормально когда я минут допустим 10-15 я поговорю я чувствую что у меня ком слизи подходит к горлу и там легкие очищаются быстрее и вот там сплюнешь или еще что-нибудь там такой ну это естественно что касается теперь вот лечение легочных заболеваний это как раз очень хорошо и очищение легких и микроциркуляция вот и в области сердца и области лица и в области мозга в целом это вот хороши вот эти вот инструменты но я так считаю это мое мнение может у вас там какое-то другое мнение будет ну вы поэкспериментируйте и найдете этот самый истина истина где-то рядом вот хорошая вещь для того чтобы и внутри глазное давление и лобные гайморовые пазухи очищались и улучшалась микроциркуляция в головном мозге и так далее так далее ну и наконец-таки губная гармошка и на ней тоже не умею играть но есть желание большое желание вот просто подудить также вы можете использовать губную гармошку для того чтобы кожа лица не старилась чтобы вот эти вот микроциркуляция от вот этих вот звуковых вибраций воздействовала на на ваше тело на ваш организм на ваши сосуды и вызывала вызвала полезные изменения ну я так думаю так дальше мы идем с вами дальше что-то меч сочинил ну вот какой то какие-то барабаны я уже подзабыл что это за барабаны ну давайте послушаем они на минутку а это скорее всего заставка для заставки я так сделал музей ритм очень хорошо влияет на на наш организм это тоже такой знаете бойкий хороший ритм послушайте его он как раз дает энергетизацию нашему организму организм входит в ритм он входит в особую энергетическую накачку ну вот такой вот кратенько на минуту всего лишь на всего вот это вот различное звучание барабана она также по-своему действует это такие замечательные звуки вот мы как сказать говорим об работе за звуком для того чтобы наш организм там укреплялся исцелялся и прочее прочее это другие барабаны я то есть несколько вариаций там вообще программа предоставляет очень много всего я так сказать а это уже так барабан это композиция это было сочинено в шестнадцатом году вот буквально такая энергия закручивается чувствуете знаете вот когда я слушаю звуки я не просто звуки слушаю я слушаю но грубо говоря это энергетический танец энергетический танец вокруг энергетический энергетический танец внутри себя вот это все что-то я экспериментировал добавил ладно перейдем к другим барабанам у меня еще барабаны то есть три барабана или пускай они уже стараются эти барабаны на две минуты я слушаю вспоминаю великий притворщик композицию которую спел фредди мейкл и помните от от музыки можно так сказать как его аж корочек корок корочек коробит вот 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 он чувствует как она вот так как смотри как энергетика сразу поднялась но и у нас какие еще одни барабаны ну ничего подобное разной вариации я говорю ну что то примерно такое там что то добавилось что то отбросилось что то там уменьшилось композиция это всего лишь пятьдесят пять секунд но она как раз для доставки в качестве начала в качестве концу так далее идет гитарный проигрыш то есть у меня мой альбом это более-менее сюда по выбирал эти композиции и все и все так чтобы они тебя как-то вдохновляли чтобы ты чувствовал как сначала тонкая энергия вот эти цыка 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 потом гитарка потом вот этот вот бак бутинка бара бак все внутри в тебя заиграло заходило понимаете вот эти суставы все все заработало ну такой такой был гитарный проигрыш сделан потом у меня какие то есть вот такие готово я не знаю как это назвать но я просто готова один айф послушаем что такое это на 3 минуты 29 секунд ну вот так вот я стараюсь вот себя окружать вот как бы сказать вибрациями которые создают в моем сознании какой-то образ который меня подвинул и с теми я как бы сказать силами соединяюсь и с другими я соединяюсь силами вот это все во мне знаете вот она играет проходит это очень интересное ощущение ну энергетика лучше стала спокойненько спокойненько можно даже так сказать идет активация различных чакр но я не буду о чакрах говорить я в них мало что с мыслям а больше на своих ощущениях на эмоциональных ощущениях а эмоции это энергетика энергетика волнение а что нас волнует волнует нас энергия кстати вот этот ряд можно использовать как урок номер два по эмоциональной гимнастике а урок номер три это используем мы творческий вечер по по стихам так энергетикам урок вот есть такие звуки вот как сейчас гитара была они как-то не совсем естественны и чувствую что они как-то режут слух не то а вот эта мягенькая она как-то совсем по другому гармонизирует нас уменьшает высокое давление повышает эмоциональный тонус санкет а умиротворение какое-то я не знаю кто-то спасил меня а ямол не на подлетягив Не хочу сказать, а, и мы еще говорили о Дух, Душа, Тело. Итак, были высказываны, что мы с вами существа в основном, ну, как бы сказать, Земли, Земли и так далее. Я высказываю свое мнение. Мы с вами космические существа. Дом наш Вселенный, Дух живет во Вселенной. Это он спускается на ту или иную планету, в данном случае, на Землю. Замечательно, я не знаю, как вам, видите, мне весело, хорошо. То есть вот есть такое понятие, как бы для того, чтобы человек побыстрее выздоровел, избавился от разного рода депрессивных настроений, что надо делать, что создавать, окружите себя, хотя бы вот как я, вот таким вот музоном. То есть для людей, поглядящих в депрессии, вот этот вот видосик можно послушать, посмотреть, послушать. Я уверен, что состояние стоит намного лучше. Итак, теперь готово два. А это так я назвал, знаете, какой-то такой мистический вечер. Мистик вечер. Падает снежок. Темно, мерцают звезды, морозит. И вот как волшебная обстановка. На самом деле, знаете, мы вообще живем в волшебном мире. Мы просто отгородились от него разного рода там паспортами на букву «К» и прочее-прочее. Какой-то там это. А на самом деле, вокруг нас волшебство, мистика. И мы, вот, воплощенные на этой земле для того, чтобы, как бы сказать, проявиться. Вот более высокие духи, обладающие гораздо большими силами, они смотрят. А как же вы проживете вот эту вот жизнь, которую вам дали на земле? Как вы? Мистик. Все-то, значит, уходит ходу. Но страхи улетучиваются. Или наоборот, какая-то тревогность. Какие-то силы вокруг нас. Я, когда был маленьким ребенком, то, знаете, вечером, особенно, когда начинало темнеть, чувствовал вот этот, вот, знаете, переход от дня к ночи. Вот эти сузыки, это когда трещина между мирами, тут всякие, знаете, как бы сказать, проявляются такие мистические вещи. Ну, вот, слушай, мне хорошо, не знаю, как вам. Вот, и дальше, я думаю, в этом плане поработать. Кстати, а сочинил я это, эту, эту сочинил, я сочинил это на планшете, в программе, вот такая вот есть программа, она называется GarageBand. Вот, вот, раз, видите, сколько я тут на сочинял, ну, так, скажем, нас оставлял, правильно. Знаете, вот, мне нравится, чтобы вот музыка, вот эти вот звуки, они, как бы, затравили все наше существо, вот эти, знаете, как некоторые струны души, чтобы мы откликались. Вот эти различные энергетики, энергетики. Не знаю, как мне, но замечательно, мне, мне... Когда, знаете, вот еще, ты сам все это сделал, и бывает, ну, когда ты много это слушаешь, как-то приедается. А вот сейчас я долго все это не слушал, не делал, и, знаете, какая-то новизна, какая-то свежесть, и даже думаешь, неужели это я сделал. Итак, перейдем мы с вами к следующей композиции, готова три. Это веселенькая такая, вот послушайте. Вот такие звуки, как-то, веселенькие. Которые, как бы, скажем, вашу энергетику поднимут. Опять. Мы с вами летим по космосу, летим по космосу. Мы с вами космические существа, которые временно воплощаются на той или иной планете для того, чтобы... Это мое мнение, опять-таки. Для того, чтобы какой-то опыт узнать. И идем дальше, идем дальше, дальше. И нас ждут волшебные миры. Эти волшебные миры нам как раз подскажут с вами, что... Конечно же, сны. Кстати, я сегодня сон такой удивительный видел. И необычный для себя. Обычно у меня просят авторопы. А это дело происходит, как бы, в библиотеке. Там люди ходят. И я вижу одну женщину. У нее такие, знаете, волосы. Какие-то, как платино. Какая-то необычная прическа такая-то небольшая. Она сидит, что-то, как в библиотеке. Человек что-то там пишет, что-то там такое делает. А я... А я иду к ней для того, чтобы... Хочу от нее, у нее взять автограф. А перед этим... Какая-то другая там женщина, стол с женщиной. Вот, как бы сказать, вот через нее надо пройти к этой женщине. И я... Остановился у стола, значит, перед другой женщиной. Я говорю, сделайте мне автограф. Даю, значит, бумагу. И она там что-то-то раз пишет, а потом, знаете, берет. Она как-то ручку. Вижу, тут какая-то черная клякса. Кстати, надо посмотреть, что бы это значило. Если я не забуду, в конце видосика посмотрим. Взять автограф там. Что такое. А потом, кто из женщины. Кто из женщины, она там особо на меня внимания не обращает. За столом там все видит, что-то... Тут лампа такая стоит, она там воткнулась, что-то там пишет. А я даже на колени встал перед ней. И, как бы сказать, вот с таким благоговением. Говорят, вы знаете, вот у меня в основном просят автограф. А я прошу вас, дайте мне, пожалуйста, автограф. На этой ноте я проснулся. Итак, готово 4. А, тоже хорошая, веселенькая такая. Веселенькая. Вокруг летают, можно так сказать, ангелочки. Такие, знаете, со стрелами эти самые. Как вот, амурчики. Такая радостная атмосфера. Вот, а здесь как-то чувствуется влюбленность. Когда человек влюблён, у него особое настроение, которое его исцеляет, которое его возвышает, которое, знаете, даёт какие-то надежды. Не нравится, ну всё, всё, всё такое вот так. Я её потом, по-моему, увеличил. Это, так сказать, получилось, но маленько. А, это ещё какая-то барабан. Барабаны. Минута 0,5. Не знаю, была? Не была? Кстати, сколько мы тут написали? Ух ты! 44 минуты. Ну, мы заканчиваем. Ну, может, до часа довоним. Большой видос получается. Ну, вот такой вот ещё. Диатора. Звучит referred to. 3-0 подробно. 15 на 3-й-диатор. 15 на 4-й-диатор. 15 на 3-й-диатор. 5-й-да 3-й-диатор. 15 на 4-й-диатор. 15 на 4-й-диатор. 16 на 4-й-диатор. 6-й-ди-атор. но это как-то не берет вот и знаете как то чувствую мелодию ну не взяла это что так у нас мелодия 2 мы люди номер два кстати свой новый год новогоднюю свою песенку еще музыки не было как раз в 2015 году был вячеслав добрынь на программе доброго здоровьица и программа кончилась как раз мы там вымерзки были и я его ее пропел вот так прослушалась мне особенно концовка понравилась где-то пробка вылетает кстати а этот витас кто-то попросил у меня вот эти вот стихи для того чтобы все-то там подготовить свое но это был 2013 год что он сделал сделал я не знаю по крайней мере владислав исаев помог мне сделать по моей задумке бурзон и и эту песенку я сейчас включу до до 1 2 января потом новогоднюю вы слушаете она подымает да она подымает это сам ну и вот те композиции которые здесь были я как-то их перебросил а вот другие другие что-то я не найду ну-ка кстати когда меня пригласили на программу к Андрею Малахову меня попросили чтоб я спел утреннюю гимнастику Высоцкого вот так и мы записали записали в студии я со специалистом но я не буду ее сюда потому что тогда этот авторские права там затрагиваются естественно Владимира Высоцкого так ну-ка что тут у нас автодатчик аудиокнига аудиокниги все больше ничего не то но для хорошего звучания хотелось бы отсюда перебросить туда но я ладно не буду это делать но тем не менее вот тут у меня какие-то какие-то мои какие-то мои композиции которые Вы особо не слышали куда-то там они подевались то есть тут и знаете а вот готовые композиции готовые композиции которые которые надо бы возможно это они есть которые надо бы отдельную в отдельную папочку но посмотрим вот это наверное они как те которые вы не слышали ну поехали вот эти вот звуки где-то в основном средние частоты они как раз хорошо действуют на нервную систему на кровяной системы на сердечко успокаивают и под них хорошо вот я урок первый вам сделал показал как как двигаться вы можете эти эти музончики брать ну чтобы как-то не придалось вам и их их использовать ну-ка вторая и это по-моему было да а это не было тоже такая интересная такая только как раз по моему звуки будут несколько только такая вечерняя мистическая я по-моему назвал сумерки мистика волшебство красота краски приятные слушайте может даже медитировать под этот музончик и во снах посещайте разного рода планеты с разного рода мирами которых вы были в которых возможно будете в которых вас пустят а может быть не пустят я нашел один мир такой вот тут да я после дыма земного существования дульку не пустили как это было да что-то я а это как раз длиннее так было коротенько а это длиннее у меня такое впечатление что рядом сущности в тонком теле как их называть плазмоиды собрались и слушают вокруг меня в принципе всех заворачивают заворачивают завораживают вибрации все если не какие-то гармоничные какие-то это все слушают вот это было это просто длиннее послушайте вся я сочинил и как быстро это ставил а потом думаю чего-то не хватает надо еще и дополнить и дополню и тогда вот она полностью действует на наше сознание и важно когда вот под эту мелодию там она всего на всего по-моему четыре минуты ну да практически пять минут она как раз вас завораживает и само тело вот именно само тело оно без нашего разума начинает двигаться вот подчиняясь вот этим энергетическому потоку который вызывает вот эти звуки вас это очень-очень хорошее состояние такие самопроизвольные движения где у вас блокировка или еще что-то там как раз идет движение для того чтобы это все вышло из вас и вы были свободными вот вроде бы танцевать как бы самому а тем более при людях у человека не хватает смелости какой-то раскованности то есть это говорит о том что он зажат он зажат все а раз человек зажат он не открыт вот этому всему пространству с которым он взаимодействует и он уже это получает огромную часть своего собственного благосостояния здоровья и прочего 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 что мог бы получить будучи раскрыл вот эту скорлупу отбросив ее вот это надо понимать и когда откройтесь ну что-то там не будет зато вот вы получите как бы совершенно иное удовлетворение нежели от обычных каких-то окружающих вещей от которых мы привыкли получать ну грубо говоря там за счет вкуса или еще чего-то чувственные наслаждения а вот что-то другое так ну-ка что тут у нас ну-ка что-то такое пробовал это творческие порывы искания ну тем более смотрите на что мы выводили это уже интересно окружающий мир наш многообразный и знаете вот он имеет миллиарды оттенков звуковник и так далее а что композицию давать я так чувствую хотел я чё-ли как-то не чтобы я не понял что-то такое ну-ка моя песня 5 классический хард-рок видите тело само движется плечевые суставы у кого болят шея шея поясница дозабедренные коленные используйте разные эмузоны которые вам ближе и начинаете только раз поставим и здесь самое интересное что тело тело вам само подсказывает как освободиться от разного рода вот этих энергетических зажимов блокировок и прочего 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 так ну все кое-чего я отсюда не не перебросил ну и сейчас сейчас попробуем вот эта композиция конечно хотелось бы чтоб ее вот сюда как-то перебросить называется китайский музон бензин а китайский а китайский а а Играет музыка. Но я еще не владею программой, ни тут, ни там. Так, пробуй. Играет музыка. Какие вибрации. Какие вибрэйшн. Так, это значит китайское музонбу. Что там? Ага. Я думаю, на этой композиции закончилась. Как я его составил, сам не понимаю. Удивляюсь. Взял одну там дорожку, вторую, третью, еще там что-то там такое. И вот она. Можно в дискотеках накручивать. Будет супер хит 22-го года. И будете зажигать по дискотекам. Представьте, как вы наконец качете. И... И по всей вселенной. Да. И инопланетяне восхищенно раздевают в рты. Будут смотреть. Вот это да. Вот это да. Ну там еще какая-то там есть музончик. На этой, так сказать, ноте я и заканчиваю свой творческий вечер. посвященный посетителям моего канала что вот такая еще грань у меня есть у каждого человека есть масса граней и наша задача выявить их и можно так сказать отполировать, чтобы они заблестели мы с вами произошли от творца, творческие существа и наша задача не просто жить а творить красоту вокруг себя доброго вам здоровья